МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как ли полезны эти умные устройства для детей? Или все-таки вреда от них больше, чем пользы? Давайте разбираться. Компьютеры – это классная тема для обучения и развлечения, если им, конечно, только правильно пользоваться. Из моей практики я могу сказать, что конфликты по поводу времени, проведенного ребенком со своим гаджетом, одни из самых острых в семье. Компьютер – это неотъемлемый инструмент развития творческого и интеллектуального потенциала ребенка. Уважаемые родители, если у вас возникнут дома проблемы, касаемые вашего ребенка и компьютера, то, пожалуйста, найдите самое правильное решение. Найдите ту золотую середину, которая позволит вам сделать так, чтобы компьютер приносил вашей семье только пользу. Уважаемые гости, информационный прогресс не обошел и детей наших стороной, и это хорошо. Скажите, пожалуйста, не является ли проблема компьютера в семье надуманной? Ведь в каждом доме есть другая сложная бытовая техника, пылесосы, посудомоечные машины, стиральные машины. В каждой семье есть автомобиль, наконец, практически в каждой семье. Но ведь мы же не говорим о вреде. Я бы ответила так. Давайте попробуем в хороший, ясный выходной день выглянуть на улицу из многоэтажного дома. Кого мы увидим во дворе? Никого. А где они все? Их что-то занимает настолько, что там никого нет. Это надуманная проблема. И это явно не пылесос. И точно не микроволновка. Проблема абсолютно не надуманная. По сути, что такое компьютер? Это когда ты видишь не человека, а его спину перед собой. Давайте сегодня понимать иногда под словом компьютер, в принципе, гаджет. Любое устройство, которое работает приблизительно так же, как компьютер. Это планшет, экран, телефон, компьютер. Такого ли мнения придерживается Сергей? Проблема действительно есть. Но вопрос в какой степени. Мне кажется, что она чересчур раздута, эта проблема. Как она есть, как она происходит быть. Потому что мы никуда не денемся от того, что общество становится более техногенным, более автоматизированным и детям жить в этом обществе. Оно менее техногенным не станет. И им нужно уметь обращаться с этим. Нужно быть очень быстро, к этому адаптироваться. Поэтому проблема есть, но я думаю, что она чересчур раздута. Дети сегодня проводят очень много времени за компьютером. И нас, как родители, наверное, в первую очередь беспокоит, чем они занимаются, сидя за компьютером. Потому что, как минимум, играя или смотря что-то в интернете, дети могут просто тратить свое время и ничему не научиться. А иногда они могут использовать компьютер как инструмент для получения новых знаний и возможностей. Поэтому если ребенок определенное время проводит за компьютером, используя его с пользой, для учебы или развития, наверное, тогда проблемы нет. Если же ребенок чрезмерно много играет, либо смотрит в интернете какие-то новости, социальные сети, фильмы, мультфильмы, и становится нервозный, агрессивный, раздражительный, и, следовательно, здесь и проблемы могут быть. Школа призвана учить. Она учит и общению, и обращению с компьютером. Скажите, чему школа учит по этому предмету? И надо ли? Ведь к моменту поступления в школу дети уже все знают и все умеют в этой области. Поверьте, урок информатики, он, да, немножко, как это программы, могут отставать от прогресса, но учат как раз-таки на информатике умению, эту же технику, его интуитивно понятный интерфейс используют для того, чтобы самим в дальнейшем познавать те или иные новые какие-то программные продукты. Этот предмет учит не бояться достижений нашей цивилизации. Вы знаете, очень больно наблюдать людей, которые боятся подойти к банкомату. И абсолютно не испытывают такой проблемы дети, которые учились в информатике, и знают, что надо, а, ввести пин-код, б, выбрать операцию, ц, подтвердить операцию, д, забрать карточку. То есть этому информатика как раз-таки учат. И люди, которые не были на этой информатике, они, к сожалению, боятся вот этих как-то современных благ цивилизаций. Скажите, пожалуйста, вот тотальная компьютеризация, она в моменте воспитания, образования, обучения детей помогает или все-таки мешает? Как и любой хороший инструмент, компьютерные технологии и информация, которую можно получить из интернета, можно использовать по-разному. Главное – чувство меры. В любом случае это очень хорошее подспорье, выход во всемирную сеть, где можно найти информацию. Хорошее подспорье для того, чтобы эту информацию искать. Если мы говорим об обучении. Но здесь надо очень четко родителям понимать, давайте сегодня будем, видимо, чаще мы будем вспоминать слово целесообразность. Ваш ребенок, проводя время за экраном, целесообразно ли это? Соответствует ли это его жизненным целям? Потому что чаще всего это просто проведенное время за экраном. И, ну, процентов 10 – это реальный поиск информации. А с другой стороны, мы понимаем, что в компьютере, в общем-то, есть все. Есть обучение, есть развлечение. И мы от развлечения никуда не денемся. Поэтому весь вопрос в том, насколько это хорошо, вот то, что ребенок делает в данный момент, вот согласовываясь с тем, что он делает, насколько это хорошо для ребенка. Отдыхать нужно 100%, да, учиться нужно тоже 100%. Вот поэтому нужно просто смотреть, там, что ребенок там делает, и в один момент давать ему свободу, в другой момент где-то запрещать. Я бы поспорила. Так, так. Вот насчет «не заменишь». Очень хороший кусок этот, действительно, когда нужно найти информацию. Это действительно с такой скоростью больше ничто не предоставит, как доступ во всемирную сеть. Но с другой стороны, нам в жизни, чтобы успешно эту информацию к чему-то применять, в какую-то специальность пустить, в какие-то отношения использовать, нам нужно научиться еще и жизни. И вот здесь есть огромное количество сейчас людей, которые полны информации, но они заперты в четырех стенах у своего экрана, потому что они толком не знают, как самореализоваться. И вот здесь проблема. Поэтому общение не должно страдать из-за того, что ребенок сидит у экрана. Это раз. Плюс к этому, книги все-таки вещь очень нужное. Кроме того, что информацию ты найдешь, ее нужно уметь структурировать, ею оперировать, определить, что более ценно, что менее. И вот все это, и книги, и общение, и модель семейной жизни, без этого никуда не денешься. Поэтому я бы книги не сбрасывалась из счетов. Проблема, когда ребенок зависает за компьютером, это проблема социализации ребенка. То есть, другими словами, ребенку проще проводить время за компьютером, самим собой, чем общаться с кем-то другим. Чем находить какие-то пути, решения, со своими сверстниками. Чем-то с кем-то что-то делать. Но проблема социализации возникает откуда? Это проблема отношения отцов и детей. Именно отцов. Почему? Потому что во все времена основной функцией отца была именно социализация ребенка. Когда он брал ребенка и брал с собой на работу, на охоту, в общество водил. Ребенок понимает, что с ним отец, с ним защита. Он это свободно делает в свое время. Но просто когда, если мы не берем ребенка куда-то с собой, если мы не учим его жизни, если мы не вводим в какое-то общество, в какие-то структуры, не знаю, в какое-то окружение, и не создаем его для него, то, естественно, для него ничего не остается, как избирать самый простой путь – сиденье за компьютером. Алексей, вы руководите компанией по обучению детей компьютерной грамотности. Кого и чему вы учите? Мы учим детей в возрасте от 7 до 15 лет всевозможным, как вам сказать, технологиям, которые им пригодятся в будущем и которые позволят им быть успешным в любой профессии. Определиться с будущей профессией. А вот мне интересно, всех ли детей нужно массово приобщать к компьютерным технологиям? Вот по вашему мнению? Ну, может быть, приобщать-то нужно и всех, потому что без компьютера сейчас ни в одной профессии не обойтись. Но делать из всех программистов, наверное, точно не стоит. Потому что у каждого ребенка своя предрасположенность. У кого-то, может быть, к спорту, у кого-то, может быть, к компьютерным технологиям, у кого-то к искусству. Но сегодня уже неоспоримый факт, что в будущем любая профессия сопряжена с современными технологиями. Будь ты врач, архитектор, дизайнер, либо конструктор без компьютера, без компьютерной техники, мы себе уже не мыслим ни одной специальности. Потому что, смотрите, электронная декларация, электронный рецепт, запись к врачу, я не знаю, там, покупки, да, выбор товара, электронный маркетинг, коммерция, то есть это уже сегодняшний день. И люди, которые реально этим пользуются, они испытывают действительно восторг от того, что цивилизация позволила сэкономить наше драгоценное время на то, чтобы это время занять чему-нибудь другому. Опять-таки, тому же, выходу во двор и занятие физической культурой. Спасибо. Скажите, пожалуйста, каковы основные риски при, скажем, общении, обращении ребенка с новыми гаджетами, с новыми программами, при освоении виртуального пространства? К чему должны быть готовы родители? Поколение нынешних родителей к вот таким техническим достижениям относилось как к несомненному благу и возможность купить новейшую какую-то технику. Это всегда было и удовольствие, и повод для гордости. Чаще всего дети принимают это уже как данность. Они видят это все время в руках у родителей. То есть это не событие для них? Это не событие. Вот, и они используют это совершенно по-другому. И родители часто, именно потому, что в их детстве не было таких игрушек, не знают технику безопасности и не могут изначально ее подать, потому что прежде чем ребенка допустить туда, вот во всемирную паутину, технику безопасности неплохо было бы ему как-то разложить. Потому что мы, когда выпускаем, например, десятилетнего ребенка на ночной городской праздник, мы будем его туда выпускать? Вот, будем, не будем. Вопрос. В каком возрасте можно ребенка выпустить в социальное пространство без себя? Они ведь, когда пытаются выйти в сети, куда-то на сайты, родители пропускают этот момент, позволяя считать это личным, только личным пространством, куда как в комнату без стука не войдешь. Может быть, если бы это было закрытое помещение, если бы это было закрытое пространство. Но ребенок выходит в мир. Там огромное количество общающихся с ним людей. По большому счету, ему вообще неизвестных, если это не его друзья. И вот, что делать ребенку в таком случае, родитель должен бы ему рассказать до того, как его туда выпустить? Самая первая опасность в том, что эти гаджеты могут вызвать определенную зависимость. Будь то постоянное желание общаться в социальных сетях, будь то игромания. То есть две таких вот самых опасных вещи, которые скрывают себе компьютер и гаджеты. Нужно быть готовым к тому, что будут возникать конфликтные ситуации по поводу дозировки использования вот этих вот устройств. А вот, кстати, как здесь сразу правильно расставить приоритеты? Ну, у меня лично двоякое представление того, сколько ребенок должен сидеть за компьютером. И мне его... Не должен? Может. Сколько ребенок может сидеть? Опять-таки, смотря для чего. Если мы с вами, извините меня, готовим ребенка к Олимпиаде по информатике, то это может быть 8 часов в день. Конечно, это вред для здоровья, но в то же время это польза для его интеллектуального развития и будущей, там, профессиональной подготовки. Опять-таки, мы с вами в детстве читали книги, то есть, опять-таки, получали информацию. Компьютер, гаджет — это тоже источник получения информации. Хорошо, когда это делается в меру, когда делается, там, гимнастика, да, зрительная, когда настроен монитор таким образом, что он не выжигает сетчатку, да, и не расплавляет мозг. Все зависит от того, для чего мы используем то или иное устройство. Мудрость родителя, вот этот подход, то, что это, это, ну, это средство развлечения, а может, даже и средство работы, но, опять-таки, этим нужно пользоваться в меру. Покупая компьютер домой, в семью, прежде всего, нужно думать о безопасности ребенка в интернете. Почему? Потому что дети проводят время в социальных сетях, и хорошо, если между родителями и детьми есть доверие, есть общение, и ребенок всегда может поделиться тем, что наболело, с кем он общается, родители имеют доступ к профилю ребенка и так далее, это здорово. Если же нет, на самом деле, это повод для тревоги. Самый правильный путь – это выстраивать доверительные отношения с ребенком. Что нужно делать родителям, чтобы общение ребенка в интернете и с интернетом носило позитивный, а не деструктивный характер? Вот мы купили устройство ребенку, раз уж купили. Имеет ли родитель право ограничивать и задавать правила? Все-таки, если мы не берем те моменты, когда они ищут информацию, то это развлечение. Они даже иногда, у них минус на балансе, и звонить они не могут, но из рук телефон не выпустят. Он ведь давно уже не телефон, это устройство. Это развлечение. Мы будем дозировать количество развлечений в жизни ребенка, а вся остальная жизнь когда произойдет? Поэтому чаще всего возникает, знаете, какой сложный вопрос? А как с ним об этом говорить? А какими словами это сказать? И вот ограничить вроде понятно, что как-то надо. Чем аргументировать? Вот и подумайте, это тоже вариант развлечений. Как бы вы объяснили, что нужно сначала сделать дела, и потом в свободное время развлечься? Там разные варианты отдыха, активные и не очень. Таким вот отведите этому роль развлечения. Могут ли родители руководить детьми? Могут и обязательно должны. Они обязательно должны установить границы. Во-первых, временные. Я, знаете, во что верю? В то, что если ребенок, он вращается в какой-то определенной среде, в каком-то определенном окружении на улице, и эта среда, она как бы нормальная, она позитивная, то ребенок примерно так же будет себя вести везде. Но я почему-то в это верю. Поэтому, когда ребенок пользуется компьютерами, телефонами, неважно чем, неужели родители не видят, что он там делает? Ну, конечно, видят. Поэтому оследить, как бы, да, и понять, что ребенок там делает, это, на мой взгляд, очень просто. И когда что-то переступают, например, какие-то мои, например, да, или супруги собственную оценку, да, мы это просто запрещаем. Я бы, может быть, еще добавила такую фразу, которой родители могут помочь себе аргументировать для ребенка. Мне не жалко для тебя купить телефон. Мне для тебя вообще ничего не жалко. Но мне очень хочется, чтобы ты вырос, и ты смог в жизни добиться того, чего захочешь. Чем больше времени ты проведешь в виртуальной реальности, тем меньше опыта у тебя будет в реальной жизни. И достигнув совершеннолетия, ты так и останешься неповзрослевшим. И ничего я тогда уже сделать не смогу, как бы я ни хотел. Я хочу, чтобы тебе хорошо жилось, и чтобы ты смог повзрослеть. Оставаясь в экране, ребенок не взрослеет, если это не касается поиска информации. Каким набором характеристик должна обладать техника, чтобы родители действительно купили нужную вещь своему ребенку? На сегодняшний день прогресс не стоит на месте, и новые модели гаджетов выпускаются, наверное, с интервалом каждые полгода. И зачастую нет смысла гнаться за последними новинками техники, переплачивая большие суммы денег. На сегодняшний день абсолютно любой гаджет или компьютер, абсолютно любой, который продается на рынке, соответствует всем необходимым критериям для комфортного использования интернета, социальных сетей и даже работы. Единственное, есть особенности для каких-то графических программ, обработки видео, обработки изображения, где требуются какие-то дополнительные характеристики. Но, на мой взгляд, это совершенно не нужно начинающим пользователям. Поэтому абсолютно любой компьютер с доступом в интернет, с Wi-Fi сегодня подойдет для ребенка. К сожалению, примета сегодняшнего времени – это компьютерная зависимость. Скажите, пожалуйста, каковы симптомы этого заболевания, если это заболевание, и как его лечить? Да, есть тяжелые случаи, которые могут уже квалифицироваться как заболевание, если родители обратятся с ребенком к психотерапевту или психиатру. Но чаще всего не звенит первый звоночек вовремя. Чаще всего ситуация запускается, потому что температура-то не повышается, грубо говоря. И пока они становятся слишком плохо, мало кто обращает внимание. А вот те признаки, которые уже были перечислены, когда ребенок забрасывает почти все остальные сферы жизни, интересные какие-то увлечения, хобби, дела, беготня во дворе, домашние задания, выполнение домашних обязанностей элементарных, праздники где-то в кругу семьи. Когда предпочтение в этих случаях всегда отдается виртуальному пространству, мы можем говорить, что сформировалась психологическая, совсем нехорошая картина. И действительно, дело уже очень быстро движется к зависимости от виртуального пространства. Когда ребенок крайне капризно, агрессивно и громко реагирует на то, что родитель пытается ограничивать его, это признак. Когда ребенок очень многое забывает, забрасывает ради гаджета, это тоже признак. Когда нарушается сон, аппетит нарушается позже, это тоже признак. И когда вы видите, что вам все сложнее общаться, когда ребенок капризен, непредсказуем, и частые вспышки гнева, стоит задуматься, уже стоит принимать какие-то серьезные решения, ждать особо дальше некуда. Да, безусловно, мне кажется, очень много детей на сегодняшний день становится раздражительными, нервными, агрессивными, когда у них пропадает интернет, когда заканчивается заряд батареи и так далее. То есть это на сегодняшний день явные признаки современных детей. И очень у многих детей такая зависимость появляется. Профилактика в чем? Профилактика – это обычное человеческое общение. Просто взять, нажать кнопочку, выключить, посадить напротив сюда и чем-то позаниматься. Запретами мы здесь ничего не решим, да, понятно, ребенок найдет все равно возможности. Ему нужно заменить одну интересную деятельность, другой интересной деятельностью. Да, и если мы, например, ребенок терпеть не может настольных игр, мы ему предложим настольные игры, он, ну, посидит, помучается и будет заниматься. Если ему интересно, он будет играть. Но здесь вопрос, мне кажется, выход один – это найти какую-то интересную деятельность и делать это вместе с ребенком. Ребенок – это прежде всего зеркало своих родителей. И если в семье каждый, приходя домой, садится за свой гаджет, мама, папа, и дают ребенку планшет, чтобы он их не трогал, не отвлекал от важных дел, безусловно, у ребенка нет выхода, как тоже проводить время в интернете, либо играя, либо так далее. Поэтому, на мой взгляд, прежде всего собственным примером, нужно подавать ребенку те ориентиры, которые для него важны. Если родители общаются, если родители совместно смотрят фильмы, ходят в кино, в походы, проводят время в спортзалах, в бассейнах и так далее, к этому будет тянуться и ребенок. Если же в семье этого нет, безусловно, дети будут находить отдушину в виртуальном мире. Поэтому, мне кажется, нужно уделять внимание нашим детям больше. Важный момент – не упустить определенные возрастные изменения. Дело в том, что когда наш ребенок достигает возраста вот где-то приблизительно лет 11, и начинается предподростковый и подростковый возраст, начинаются изменения в самооценке. И это очень чувствительный возраст для того, чтобы ребенка кто-то мог привлечь на свою сторону, дав ему возможность самореализоваться. Не пропускайте этот возраст. Обязательно укрепляйте самооценку ребенка своей похвалой, его достижениями, тем, что вы помогаете ему достичь чего-то в реальной жизни. Не упускайте его, помогайте, направляйте, показывайте, что вы в него верите, что он может. Иначе уверенность в себе он может компенсировать лайками или победами в каких-то компьютерных играх. И вы тогда не вытянете, если у него в реальной жизни уверенности в собственных достижениях не будет. Подводя итог нашей сегодняшней программы, давайте коротко вспомним основные правила безопасности при пользовании экраном, как сказала Ольга, под экраном мы имеем в виду компьютер, планшет, телефон. И, возможно, основные правила родителям. Что они должны предусмотреть, прежде чем вручить или по просьбе дать ребенку тот же самый экран? Это все-таки развлечение. Экран – это все-таки развлечение по большей части. Давайте сначала посмотрим в жизни, в обязанностях ребенка, все ли он сделал, все ли у него хорошо получилось, успели ли вы пообщаться сегодня днем, успели ли обсудить какие-то важные дела, все ли самое важное было сделано, потому что вот общение в телефоне не должно становиться важнее всего остального. Родители должны, в первую очередь, ограничивать время проведения детей за компьютером. Это, на мой взгляд, до 8 лет – это час, максимум полтора. Если ребенок постарше, 14-16 лет – это может быть полтора-три часа, если это нужно ребенку для его развития. Ну, конечно, с перерывами. Вот, безусловно, ребенок должен правильно сидеть за столом, ребенок должен удобно сидеть на удобном стуле, который специальный для ребенка. Вот, ножки, спинка, все должно быть. Ну, и, безусловно, это развлечение – компьютер, и поэтому, наверное, здесь время, отведенное компьютеру, должно быть по остаточному принципу. Если ребенок все успел, выучил уроки, он сходил на тренировку, он обсудил с родителями свой день, свои проблемы, то какое-то время он может поиграть. Я бы предложил, наверное, вот прежде чем допускать или даже в процессе того, как ребенок обращается с компьютером, позаботиться о том, чтобы ребенок был в среде, где он будет иметь контакт со своими сверстниками. Это могут быть тренировки, например, командные виды спорта или контактные виды спорта, такие как дюдо, борьба, бокс, все что другое. Почему? Потому что в этом режиме ребенок получает непосредственный контакт с живыми людьми и непосредственные эмоции. И если ребенок их получит, то он продублировать это в соцсетях просто не сможет, и даже в играх компьютерных. То есть продублировать то, что он чувствовал в отношении команды или в отношении контакта, до борьбы, до выигрыша, он просто не сможет это нигде получить, и явно его соцсети или игры не будут так затягивать. Дорогие родители, хорошо, чтобы в жизни ребенка самым значимым человеком был именно родитель, а в жизни родителя ребенок. Поэтому я вам желаю, чтобы компьютер вас не заменил. Друзья, чтобы компьютер не принес вред вашей семье, просто берите с собой детей, идите играть вместе. Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок проводил время за компьютером с пользой, приводите ваших детей в компьютерные школы, где под руководством опытных преподавателей ваши дети будут постигать основы алгоритмизации и программирования и, возможно, определяться с будущей перспективной профессией. От прогресса никуда не деться. И наши дети, конечно, должны изучать компьютеры, должны пользоваться гаджетами, чтобы стать полноценными членами современного общества. Но принесут ли пользу умные вещи, вот это зависит от родителей. Об этом всегда нужно помнить. Это была «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова